на добрый день уважаемые коллеги меня зовут антон и в данной презентации мы будем говорить о том как идти помогает и может помочь бизнесу в развитии я сам прошел путь от программиста до топ-менеджера был архитектором различных информационных систем был главным конструктором информационной системы для выполнения федеральной целевой программы ну плюс 15-летний опыт управления командами проектами проектами по разработке программного обеспечения и внедрению помогает мне лучше понимать что необходимо бизнесу какие решения необходимы бизнесу здесь и сейчас сегодня наступило то время когда практически стало невозможным игнорировать будущее современной действительности когда стало невозможным игнорировать значимости информационных технологий новая реальность потребовала от компании стать гибкими гибкими как собственным процессом собственным сотрудникам так и непосредственно собственным клиентам и естественно в данном случае все внимание было обращено в сторону информационных технологий как волшебной некой таблетки которая должна была спасти от текущих надвигающихся проблем вот кому-то эта таблетка помогла кому-то таблетка не помогла какие-то компании и так были готовы им эта таблетка не потребовалась они и так были гибкими часть решений у них находилась в облачных технологиях и собственно они достойно встретили эту реальность многие компании сейчас понимают что упустить рынок это упустить его насовсем поэтому ответом на это слово стало такое сбитое уже слово цифровизации цифровая трансформация она начала употребляться по поводу и без естественно топ-менеджмент и бизнес начал ну как бы смутился и перестал понимать а что реально ожидать от информационных технологий что можно требовать что можно просить от айти чтобы получить результат поэтому на нас как на эти экспертов найти руководителей лежит важная роль роль стать лидером лидерами перемен нового времени ну к этому мы еще вернемся а пока предлагаю вспомнить как собственно было это как информационные технологии помогали и влияли на бизнес 60-х годов автоматизации вообще информационные технологии воспринимались как побочные инструменты для помогающие выполнять какие-то расчеты вести какой-то учет но всего за 40 лет мы шагнули до того уровня когда начали реально влиять на бизнес до давать ему эффект появились например новые какие-то бизнес-модели это если мы говорим про четвертую эру более того апогеем стала пятая эра когда айти по сути и стал бизнесом то есть в этот момент айти и бизнес сроднились максимально данная диаграмма интересна интересна она тем что если вы обратите внимание эра начинается но не заканчивается и сегодня можно встретить компании которые вступили в первую эру или вообще не вступили в нее и встретить компании которые полноценно и уверенно себя чувствуют в пятую эру где информационные технологии и есть бизнес кроме того сейчас активно развивается квантовые компьютеры и они сейчас находятся в эре один и благодаря данной модели можно понять что они пройдут все эти этапы которые проходили стандартные компьютеры вот если это этап это у нас эра платформ на породила новое понимание платформа эти платформы то за ним последует эра 6 какая будет эра 6 никто не знает но есть два предположения либо айти станут инфраструктурой как электричество как я называю это идти в розетке мы втыкаем какой-то там умную станцию в розетку сопрягаем с этой умной станции другую технику и что происходит дальше мы не знаем либо соответственно эти станут частью нашей жизни когда информационные технологии бизнеса и личные жизни сольются воедино и трансформируют вашу жизнь вот последний кейс достаточно грустный с к видом показал что когда отсутствовали границы вирус достаточно быстро распространился зато потом когда границы восстановились появилось 22 устойчивых типов вируса да то есть границы создали параллельные развития параллельную эволюцию так вот информационные технологии являются неким разрушителем барьера и как они трансформируют нашу жизнь в будущем это вопрос если вернуться реальности поближе к реальности то мы увидим что у нас есть действительно существенные проблемы это россия на то есть в россии действительно и стартовавший конкурс недавно лидеры россии думаю многие про него слышали знают вот так впервые появился трек посвященный информационным технологиям его курирует непосредственно дмитрий чернышенко что говорит о статусности и важности информационных технологий в россии более того последний нашумевший кейс который я думаю тоже многие из вас слышали что invidio в двадцать первом году планирует нанять только двадцать первом году планирует нанять 600 программистов то есть это говорит о том что внимание к айти достаточно серьезно увеличивается и invidio пока еще это все-таки не эти компании можно делать информационные технологии так как мы сегодня много говорим про людей что цифровая трансформация это люди и нужно смотреть на людей как на сотрудников так и на потенциальных клиентов так вот информационные технологии позволят нам помочь будущему кризису возможному который будет в связи с нехваткой кадров здесь я вижу два ключевых направления первое направление это снижение требований к персоналу и второе направление это максимальный быстрый год в должность снижение требований персонала она зависит от каждого зависит не только отойти а вот повышение и ускорение ввода в должность здесь напрямую я считаю что идти может помочь в идеале для меня что сотрудник приходит на работу ему выдают ноутбук или планшет выдают учетную запись и завтра он начинает работать это тоже в принципе реально реально сделать и это уже делается это уже делается например и мификации я позже про это расскажу хочется отдельно отметить что в текущей реальности сотрудники хотят работать скажем так хотят успеть поработать в различных компаниях они не хотят долго работать на одном месте некоторые молодые люди поколения z заявили что они вообще хотят поменять профессии несколько профессий за свою профессиональную жизнь поэтому отойти от бизнеса сейчас требуется обеспечить необходимость быстрого ввода в должность сотрудников чтобы он пришел на работу чтобы он начал давать эффект и чтобы он успел подготовить смену вот ну реально наверное рассчитывать на то что сотрудник хорошо работает в компании это вот срок полгода да то есть нужно идти к этому сроку стремиться чтобы мы за полгода сотрудник дал результаты успел подготовить смену я понимаю что это может быть звучит дико достаточно вызывающе но вспомните пожалуйста что раньше стратегии компании разрабатывались на 10 лет кто-то утверждал что на 500 лет есть стратегии компании сейчас же стратегия на год может не иметь ничего общего с тем как развивается рынок как развивается реальность многие спикеры вообще считают что стратегии нужно пересматривать чуть ли не каждую неделю но это конечно то матч достаточно пересматривать ее раз квартал то что сотрудники будут эффективно работать полгода ну в принципе это действительно так и соответственно геймификация позволяет нам обеспечить быстрый ввод в должности этих сотрудников в чем это заключается ну вспомните как раньше компьютерные игры когда устанавливаешь компьютерный грунт и должен был сначала пройти обучение учебную миссию и лишь потом тебе давали доступ к реальной миссии сейчас время изменилось настолько что люди не хотят изучать игры они хотят играть сразу то есть они запускают игру и начинают играть разработчики игр они поняли учли это и начали встраивать обучение непосредственно в процесс игры вот и обратите внимание у вас могут быть совершенно разные игры это могут быть гонки симуляторы стратегии тактические какие-то игры аркады и вы все прекрасно разбираетесь в них вы можете переключаться спокойно между играми и использовать весь доступный арсенал инструментов то есть я считаю что разработчики мобильных игр достигли здесь достаточно большого прогресса и мы должны учиться этому у них вот причем обратить внимание здесь не только идет обучение использованию какой-то информационной системе здесь идет обучение использованию для работы в должности важный момент который тоже не понимают многие топ-менеджеры что ожидая отдачи от инвестиций завтра но инвестиции войти очень часто это инвестиции в послезавтра сегодня очень часто говорили про послезавтра поэтому действительно инвестиции войти сегодня это результат послезавтра вот это тоже нужно доносить до бизнеса чтобы как бы снизить градус накала и сохранить бюджет по поводу цифровой сформации цифровизации вот на данном слайде я привожу примеры чтобы казались они очень понятными и доступными и в разговоре с бизнесом я использую эти примеры что такое цифровизация что такое цифровая трансформация как мы видим цифровизация это по сути очень близко к автоматизации это использование цифровых данных а цифровая трансформация это изменение непосредственно бизнеса мы чуть подробнее поговорим цифровую трансформацию а мне очень нравится как лидеры эти рынка понимают собственно значение слов цифровой трансформации мне очень понравилось выражение что это действительно похоже на смену колес во время движения построить новый завод новый современный завод или новую компанию полностью цифровой но эта задача сложная но намного проще чем трансформировать существующую компанию с бизнес-процессами бизнес-процессами которые приносят деньги которые нельзя просто так взять и остановить на какое-то время что-то там поменять и проверить работают ли они или нет а иногда это приходится делать действительно во время движения и да это достаточно опасно сложное и более того за вами все наблюдают наблюдают сотрудники наблюдают ваши партнеры россии цифровую трансформацию понимаю по-разному но прогресс на лицо две трети респондентов считают что это действительно необходимый бизнес процесс а я же понимаю цифровую трансформацию я не претендую на единственное достоверное определение но тем не менее я понимаю это именно изменение бизнес-процессов целой организации чтобы предоставить новый клиентский опыт потому что мы все работы ради клиентов при помощи самых современных информационных технологий кстати вот по тенденциям вот очень интересный момент что многие компании стремятся стать эти компаниями а сами эти компании стремятся стать платформой вот если вы обратите внимание да есть такая матрица цифровых моделей бизнеса я думаю многие тоже знакомы их очень любят использовать в маркетинге так вот они соответственно соответствии с данной матрицей собственно туда и движутся то есть они движутся к тому чтобы стать платформами сама цифровая трансформация состоит из восьми элементов а если обратить внимание то цифровая трансформация найти полагается вот прям в лоб полагается только в восьмом пункте да то есть это инфраструктура крепкий тыл а остальные семь пунктов очень часто подаются как нечто такое организационное не относящийся к айти но это не так айти должно просто обязанно участвовать в каждом из этих пунктов начиная бизнес процессов заканчивая формированием культуры кто если не мы кто если не айти должно формировать культуру новую культуру бизнеса новую культуру партнерства в бизнесе поэтому нельзя просто так стоять в стороне смотреть как кто-то пытается цифровизацию и прикрываться тем что вот здесь мы все перевели в облако и теперь инфраструктуре никаких вопросов нет нет нужно двигаться по всем направлениям потому что цифровая трансформация затрагивает каждого цифровой трансформации конечно множество проблем и две ключевые проблемы это консерватизм и нехватка времени у топ-менеджмента как тот сказал из великих что люди хотят изменений но не хотят меняться а у топ-менеджмента не хватает времени потому что они часто поврезают в рутин в операционке естественно информационные технологии должны помочь и здесь помогать топ-менеджменту избавляться от рутин вот более того в нашу эпоху текущую эпоху перемен появляется очень важный элемент которого не было раньше если раньше люди 18-23 воспринимались так как один родитель за и клиент скажем так да или ребенок не против то сейчас молодое поколение стало платежеспособным оно самостоятельно распоряжается средствами и более того оно само зарабатывает вот плюс ко всему появляются уникальные стартапы кучу есть бизнес-инкубаторов которые подстегивают к появлению вообще помогает появлению новых компаний естественно бизнесу здесь нужно быть на чеку и просто так сидеть и сохранять проверенные механизмы уже стало дорого и неэффективно и здесь вот тоже нужно этот момент доносить до бизнеса на данном слайде я представил такой элемент сравнения автоматизации цифровизации чтобы данный слайд иногда помогает тоже топ-менеджменту объяснять в чем отличие цифровизации от автоматизации по мне автоматизации это на улучшение направлено на улучшение деятельности внутри компании а цифровизация это улучшение непосредственно клиента то есть это некая автоматизация клиента где клиент получает уникальный клиентский опыт от общения с нами и важные особенности цифровизации цифровой трансформации является то что она сжимает рынок то есть многие об этом не говорят но цифровизация ведет к сильному сжатию рынка и снижению стоимости товара самый наглядный кейс является музыка если раньше мы покупали компакт диск за 300-500 рублей то сегодня подписка на музыкальный сервис на месяц отходится там дешевле 200-300 рублей вот это означает насколько сильно цифровизация нетерпимы к издержкам и часто это означает что по сути наличие цифровизации подразумевает что у вас автоматизация на достаточно высоком уровне происходит бизнес ожидает найти особенно в эпоху перемен следующих вещей но во первых то чтобы услуги которые должен нас оказывать айти должны выполняться и должны выполняться надежно и эффективно то есть сеть должна работать конференции должны случаться интернет должен быть да никаких сюрпризов здесь не должно происходить проходить и это первый кандидат кстати на делегирование риска например тем же самым внешним партнером в облако а дальше бизнес хочет чтобы айти давалось размерный результат то есть мы действительно инвестируем деньги войти и мы хотим видеть этот результат мы хотим видеть сокращение времени увеличение производительности людей сокращение площадей и так далее то есть какие то должны бизнес результаты ну и третий пункт он как раз относится цифровой трансформации вы действительно должны стать лидерами изменений то есть вы должны развивать новые компетенции компании людей и собственные компетенции тащить нас бизнес тащить в будущее даже если бизнес очень упорно сопротивляется все равно это необходимо делать иначе как говорится да таблетка может и не помочь в будущем и сейчас я думаю все знают прекрасно какие угрозы возможности нас ожидают все я думаю наслышаны это и про возможности которые открывают сейчас услуги как сервис это там программное обеспечение как сервис это облачные решения это бессерверные вычисления когда вам для запуска корпоративных приложений не потребуется иметь серверную инфраструктуру то все восполняется на рабочих станций это также и технологии 5g которые у нас активно сопротивляются последние новости были опять активное сопротивление 5g вот ну и два тренда про которые мало кто говорит но их нужно как говорится брать на контроль и быть на чеку это тренд human to human это коммуникация человек человек прогнозируется в россии увеличение количества фрилансеров где люди не просто хотят работать удаленно они хотят одновременно работать с несколькими компаниями то есть вы подумайте они хотят работать и в этой компании в другой и в третьей это означает что будет сравнение постоянно происходить в какой компании условия лучше и девятый тренд смешение рынка b2b и b2c он конечно спорный потому что есть приверживаться различных методик различных рынок а то что наблюдается слияние данного тренда ну просто нужно контролировать потому что многие эксперты уже такие как salesforce амазон заявляют что появление рынка b2l достаточно ну то есть реальная вещь уже даже появляются некоторые статьи на данную тему по будущему в 2025 здесь вот интересная вещь что айти действительно должно в какой-то момент слиться с HR и заняться внутренними сотрудниками причем оно должно заняться их благополучием цифровым благополучием финансовым благополучием где они находятся как проводят хобби естественно айти для этого будет привлекаться очень масштаб ну естественно как вот сложится дальше функция HR IT что это будет HRD там или как это подразделение называться это неизвестно но тем не менее тренд достаточно интересный и к нему возможно нужно тоже готовиться и реальный тренд который сейчас уже есть это предсказание поведения клиентов вот сбербанк заявил что у них есть инструменты которые позволяют определить по голосу эмоциональный настрой клиента то есть и в скором времени появятся такие предиктивные приложения которые дадут вам по сути сценарий разговора с будущими клиентами а возможно и не вы будете уже разговаривать будут разговаривать боты ну и я хочу также обратить ваше внимание на седьмой пункт кибератаки мы как-то мне кажется расслабились давно не было новостей связанных с кибер угрозами с кибератаками учитывая то что всех призывают идти в цифровизацию всех призывают быть стать цифровыми беда может случиться собственно и не хочется чтобы она случилась почитайте пожалуйста про кейс автопроизводителя я не буду называть конкретную марку где собственно их недавно атаковали при помощи злого вируса и требуют собственно вымогают деньги это очень плохо и это говорит о том что нужно усиливать внимание на борьбу с кибер угрозой вот неважно где у вас решение находится инхаус либо соответственно в облаке вот ну и по шагам навстречу для того чтобы айти действительно стала лидером необходимо не просто казаться необходимо быть необходимо быть частью стратегии необходимо участвовать в стратегии компании вводите понятие внутренний клиент это очень помогает когда айти специалисты говорят пользователей это одно а когда они начинают говорить внутренний клиент это совершенно другое это меняет подходы меняет отношения меняет коммуникации между айти и другими департаментами более того создавайте совместные чаты пользователей и исполнителей практика показывает реальный эффект от этого когда пользователь например какой-нибудь сейлс может поблагодарить программиста за то что он сделал для него функцию классную или наоборот отругать его что функция недоработана достаточно сырая она мне мешает продавать это действует это помогает это помогает вовлечь программистов в бизнес что очень не хватает во многих отраслях по отзыву моих коллег этого очень не хватает чтобы вовлечь программистов и айти специалистов в бизнес да последний слайд мы много говорили про послезавтра я хочу сказать тоже про послезавтра что действительно лидерство айти заключается именно в том чтобы избавиться от старых убеждений то есть помочь людям избавиться от старых убеждений и подготовить их к будущему которое наступит которое будет а не то которое собственно ну к которому мы готовимся то есть это очень важно и по мне фильм послезавтра и слова сегодняшние послезавтра говорят о том что нужно этот фильм пересмотреть с позиции той же самой пандемии цифровой трансформации и айти и бизнеса вот спасибо за внимание Антон у нас есть вопросы Эдуард спрашивает кто и какой инструмент даст гарантию сохранности данных в облачных серверах что может сказать о Microsoft Teams для внедрения в качестве офиса в компании по поводу сохранности ну у нас есть законы о персональных данных есть законы требования к размещению если площадка соответствует собственноруется соответствует данному федеральному закону соответственно она выполняет все требования регулятора, то есть это нужно быть, это должно быть у площадки, если вы там собираетесь хранить персональные данные. По поводу того, что что-то могут откуда-то украсть, но вы же пользуетесь госуслугами, вы пользуетесь моими документами, вы пользуетесь другими сервисами, где данные хранятся, собственно, о вас также в электронном виде, поэтому компании предпринимают все необходимое для защиты ваших данных, поэтому здесь бояться за то, что кто-то что-то украдет, можно сказать так, выбирайте надежных партнеров типа Microsoft, чтобы ваши данные всегда были в сохранности, потому что такому гиганту это делать просто бессмысленно, зачем. По поводу Teams, да, хороший продукт, он поначалу, я честно могу сказать, я попробовал, мне не понравился, но со временем его доработали, и я сейчас вижу действительно альтернативу и Zoom, и, собственно, совместной работе с пользователями и между собой для формирования команд. Сейчас он мне уже нравится. Кстати, есть у Microsoft хорошая вещь, такая называется User Voice. Если у вас какая-то есть идея, можете оставить там свое замечание, то есть оставить свое предложение, и, возможно, другие пользователи его поддержат, и тогда Microsoft реализует это в первых эшелонах. По Teams есть там целая такая комьюнити, где много предложений сгоплено. То есть посетите, пожалуйста, и посмотрите, как. Может быть, есть уже ваши идеи, которые будут реализованы достаточно быстро. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Что будет в случае информационной войны США и России с облачными решениями на Microsoft? Так, ну, это вопрос, наверное, лучше вашему партнеру с Microsoft передать. Но, как я уже сказал, если соблюдается закон о персональных данных и прочие федеральные законы, то эти данные должны быть размещены на территории России, в сотах на территориях России. Поэтому отключение прямо вот такого, то есть я, конечно, не могу дать гарантию, как поступит тот или иной регулятор, что сделает то или иное государство. Но сейчас я просто вижу, что у нас эпоха партнерства наступает. То есть даже Zoom, который сказал, что мы отключим все госсервисы, госкомпании от технологий, в итоге пошли даже на попятную и сказали, что нет. Вот. Ну, наверное, это вопрос не ко мне, но вот, как я сказал, что данные останутся и должны храниться на наших серверах в соответствии с федеральным законом. В персональных данных. Благодарю вас за выступление. Спасибо большое. Можем переходить к следующему спикеру. Да, спасибо. Спасибо.